Приветствую вас. А, вы знаете, правда заключается в первую очередь, наверное, в том, что ваша мама никогда не была за отношения с молодым человеком. Важно. Почему? Ну, потому что, если бы она была за, у неё бы не было таких резких перемен в его отношениях. То есть, получается, что она была за, до тех пор, пока не увидела одно единственное проявление чего-то ей непонятного, и она сразу делает вывод, ну, в сторону чего-то такого негативного, да? То есть, она не даёт, по сути, ему шанса даже занавесить, почему-то и так далее. И вообще, она даже вот вам самой не позволяет выбирать, да? Вот как вы хотите, вот хотите, ну, то есть, что вы хотите. Вот приемлемо для вас. Она действительно не спрашивает об этом. Вот. Это говорит о том, что, по факту, уважения к вам у неё нет. Ну, вот уважения, уважения к вам, да? С её стороны нет. И... Для меня это серьёзный показатель того, что ваша мама никогда не была особо за то, чтобы вы были в отношениях с молодым человеком своим. Вот. Для меня это показатель того, что ваша мама просто либо искала повод, либо... либо искала повод быть против, либо... Ваше отношение видит исключительно как, ну, реализацию того, что нужно ей, того, что хочет она, а не того, что есть на самом деле. Вот. Это такой момент. И, соответственно, как бы, ну, поймите, тот факт, что ваша мама никогда не была за ваши отношения. Это очевидно. И, соответственно, помирить никого не получится, потому что ваша мама не заинтересована в том, чтобы вы были счастливы. Вот. По крайней мере, прямо. Также нужно обратить внимание на то, что вы для неё не самостоятельны. То есть вы для неё, условно говоря, не та, кому можно доверять. Вы для неё не та, кому... кому можно верить. Вы для неё не та, кому можно... отдать... в... введение... в свою жизнь. Поэтому, эээ... мирить здесь некого. Это первое. Второе. Эээ... вы здесь занимаете позицию жертвы. Здесь вот у вас мама, она такая агрессор, есть вот у вас молодой человек, который такой хороший, который, ну, как мне показалось, должен вас спасти от мамы. Мамы, есть вы, которая жертвует и которую, вот, доставляют выбирать. Да нельзя только выбора делать, понимаете? Ваша мама, она... да, она оставит вас абсолютно перед невозможным выбором. Я понимаю. Ну, то есть, ну, это не выбор. Понимаете? То есть, с точки... с точки зрения объективной, да, вот, с точки зрения просто-человеческих отношений, ваша мама, она никуда от вас не денется, в принципе. Потому что она всегда будет вашей мамой. Даже если вы поссоритесь, даже если вы что-то таковы, всегда будет вашей мамой. Молодой человек, эээ... может и перестать быть вашим молодым человеком. С молодым человеком вы можете расстаться и прервать отношения окончательно, в отличие от мамы, с которой вы будете всегда всю жизнь. И... которая действительно от вас никуда не денется. Поэтому это не выбор в этом смысле. Другое дело, что вы не уверены в себе. Другое дело, что вы в порядке причин в себе сомневаетесь сами. Ну, вот. Это тоже другой момент. И... мне кажется, что... Обратить внимание... На... него... На этот момент. Ну, это, мне кажется, очень важная история. Очень важно обратить внимание на то, что вы вот по факту, да, по сути... А вы... Как сказать... А вы... О... Обесцениваете... Свои чувства... Свои желания... Свои желания... Вот. В угоду мамы. К примеру. Вот. Так это... Вот. По крайней мере, выглядит... Выглядит сейчас. Вот. И история заключается в том, что... Очень желательно, чтобы вы этот вот неуверенный в себе... Да... Который в вас есть, чтобы вы её... Проработали. Ну... Чтобы она вам не мешала... Чтобы она... Не... Создавала для вас... Неких таких... Противоречивых историй. Вот. Что это, я не знаю. Может быть это страх... Страх перед мамой. Может быть это какие-то сомнения перед мамой. Может быть это чувство вины перед мамой. Может быть это... Что-то ещё. Сложно сказать так. Но, совершенно очевидно, что эти моменты есть, совершенно очевидно, что эти моменты присутствуют в вас, вот, они на вас влияют и, соответственно, делают вас неуверенными в себе, делают вас неуверенными в себе, вот, поэтому работать вот в этом направлении необходимо. Учиться доверять себе, повышать свою уверенность, самооценку, учиться говорить не своим родителям, вот, и учиться в бесконфликтном общении, потому что очень сильно, что ваша мама, она будет и дальше провоцировать вас на какие-то скандалы, чтобы доказывать, что она права в том, что делает, в том, что считает вот, что молодой человек вам не подходит, вот. Опять же, очень внимательный момент, который вам необходимо для себя выяснить, что мама никогда не поддерживала ваши отношения. Это может быть неприятно, я вас понимал, но, если бы она поддерживала ваши отношения, как я и сказал, если бы она поддерживала ваши отношения, она бы, давала бы молодому человеку шанс. А так, по сути, что она делала, она провоцировала его на то, чтобы он перестал с ней взаимодействовать. Это правда. Ну вот, я думаю, так. Я думаю, так можно вам ответить на вопрос, который вылетает. Я отдаю себе отчет в том, что все безумно неприятно, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Так, да, вот. Так, да. Вот. Изучите на досуге треугольник картмана в интернете поищите. Я думаю, что вам будет несколько более понятно, о чем идет речь. Мне кажется, прям более ярко будет, что конкретно. Вот. Происходит. Вот. Ну. Я надеюсь, что сейчас вам именно вот в такой вашей пози... позиции. Вот. Я думаю, так можно ответить на вопрос, который вы встаете. Вот. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные и появилось желание работать, то выбирайте себе любого эксперта на нашем ресурсе, которому вы готовы довериться. Вот. И соответственно, будет вам помощь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.